Палатова Красногвардейского района. Селу повезло. Известна точная дата его образования. В Российском государственном архиве древних актов хранится документ, в котором говорится о времени строительства города Палатов. 1671 год. Город-крепость. Форпост. Я рад приветствовать вас на нашей палатовской богатой земле. Наша Палатова – это старинное село. Она образовалась 348 лет назад. Через два года мы будем праздновать юбилей 350 лет. Село наше расположено с трех сторон. Ее окружают леса. Леса богатейшие, леса, в которых произрастают много грибов, много птиц и зверя. Протекает речка. И стоит старинный храм. Есть данные, что, ну, 211 лет. Ну, как я общался с моими старожилами, говорят, что он даже может быть старше. Люди рассказывают, иконостас-то был старенький у нас. Вот икона с иконостаса старенького. И вот спаситель Божьей Матери. А больше таких икон не оставалось. Флески. Мы их не трогали. В храме мы красили, делали ремонт, но мы их не трогали, потому что это старинные. Отец Петр приехал сюда больше десяти лет назад. Почти сразу приступил к ремонту кровли в храме. Говорит, понял, что надо начинать делать, а помощники найдутся. И нашлись. Мы хотели только железо поменять, думали. А мы открыли, а там все гнило оказалось. Поэтому пришлось потрудиться очень много. Люди, конечно, люди помогали. А только с людьми. Батюшка сам ничего не сделает. Только с людьми. Матушка Любовь с жительницами Палатова готовили мастерам обеды. Мужчины помогали, как подсобные рабочие. Тот ремонт сплотил село. И до сих пор потихоньку всем миром тут трудятся над убранством храма. В планах покрасить фасад. И, конечно, тут не умолкают молитвы. Село наше еще славится, на всю область славится фруктами. У нас очень много посажено яблонь, груш. Здесь люди издавна и до сих пор занимаются изготовлением сухофруктов. Сухофрукты изготавливаются дедовским методом еще. Поэтому они пользуются спросом, потому что запах этого дыма. Да, так сложилось, что палатовцы сушат яблоки и груши в таких количествах, что хватает даже соседним областям. С давних времен у наших жителей, у наших села сушили сухофрукты. Груши, яблоки, сливы, ну и все остальное. Вот приходит пора, собираем груши, засыпаем вот сюда их, груши. Сверху собираем яблоки, крошим и засыпаем сверху. Груши закрываем, яблоки. Вот потом в это заходим сюда, там у нас печка, топим. Топим пнями, не дровами, а пеньки. Пеньки плеют, и исходит дым, дым поднимается вверх, и происходит сушка. На это утрачивается, ну, где-то, может быть, неделю. А это уже готово еще заходится. Да, пахнут дымом. Запах лучше. И такие сушни в Палатово через двор. А в каждом дворе тут живут большие труженики. Держат коров, птицу, большие огороды у всех без исключения. Тут меньше 50 соток и огородом не считается. У Антонины Севрюковой гектар. Вот она. Капустка красавица. Ну, красавица просто. Вкусная, очень вкусная. Соленья бесподобная. Вообще, во всем. У меня посажено ее в 7 тысяч кустов. Думали 30 тысяч сажать, но полив очень дорогой. 7 тысяч кустов. Каждому нужно было поклониться, чтобы высадить. Растет здесь не только капуста. Уже убрали лук на семена. Еще весной был укроп. На его месте редька, морковь, картофель. Взять с земли два урожая – это очень по-палатовски. Ну, я люблю это все выращивать. Я радуюсь этим, когда все растет. Конечно, трудиться нужно в пути лица. Обязательно не бывает ничего, не вырастает. Сами едите все? Обязательно, обязательно. Очень вкусно. Редька чистите, водичку намочили, чтобы она сочнее была. Потерли, посолили, отшали сок, чтобы она не горькая была. А потом с луком, с колбаской, как любите. Масленица по солнечной форме, залива, очень вкусно. И полезно кушать. Я всегда приду, утром посмотрю, мои растения растут. Все, и радуюсь, когда тварь чайничек. Все прекрасно. Я люблю, с настроением поднимаюсь. И дальше продолжаю работать. Алексей Бакулин с сыном Даниилом тоже палатовские трудяги. Бакулины фермеры. У них много земли, хозяйства. Но за всем этим не растеряли они любовь и нежность, юмор и мудрость. Может, наверное, потому что история у этой семьи необычная. Алексей и Карина вместе со школьной скамьи. Свадьбу сыграли после выпускного. Многие в селе в эту детскую любовь не верили. Осуждали даже. А зря. Даже когда ты переносил тебя через лужу, помнишь? Давно-давно. Я не знаю, в каком классе. А я не помню. Я в седьмом был. Значит, я была в пятом. Да, история наша началась со школы. Как-то жили-жили дружно в школе, но друг друга не замечали. Ну, уже когда я была в девятом классе, ты был в одиннадцатом. Мы как-то вот начали, начали, начали и поняли, и поняли, что пора нам, наверное, жениться. Как так рано получилось. Наверняка и водители ругали, и окружающие. Ну, как бы... Мы никого не слушали. Сильно не ругали. Да, вот такая любовь. Даже не думали. Все, мы вот решили, что нам надо жениться. Значит, надо. Ну, что делаешь? Как-то, наверное, не думали, кто что будет говорить. Хотя, конечно, сейчас же это понимаешь, что... Вот, представляешь, что твой сын придет и скажет, я женюсь, да, вот и думай. А тогда мы это... Да, вот в таком возрасте. Да, а тогда мы как бы... Были только мы, и больше никого. Да, на каждой перемене. Только звонок разменял. Ну, на втором этаже, вообще, вот я на первом. И бегали друг к другу. Палатовские Ромео и Джульетта. Их история, конечно, традицией не станет. Это, скорее, исключение. Но они вместе уже 18 лет. И для младшей дочки Марии это стало открытием. Говорит, не задумывалась об истории мамы и папы. А, оказывается, настоящая любовь, как у Шекспира, жила и живет в их доме. Мам, что ты ревешь? Я не знаю. Трогательно, или что? Да. Зато есть свои плюсы, говорят Бакулины. Небольшая разница в возрасте с собственными детьми очень помогает. Вместе трудятся, вместе принимают решения. Но и когда дети были маленькие, молодой папа, например, не мог быть строгим. Крикнул, пошел, заулыбался. И я, следом за ним, улыбался. Вот это и все. Дети? Наши самые золотые помошки. Сын все делает. Могает и на тракторе, и на комбайне, и на все. Лет семи, наверное. Наверное, как бы не с шести уже на тракторе. И на осеявке стоял, не видно было за банками. На осеявке везде ездил и цеплял, и, бывало, и не получалось. Но все равно он это все научился сам. Конечно, я живу в своей семье. Пример, потому что все как бы в семье, в труде, все вот эти качества, любви, ласки именно, когда все взаимодействуют в каком-то едином деле, в общем для всех. Ну, какого секрета нет? Живем себе и живем. Ни на кого не смотрим, ни за кем не гонимся. Вот и раскрыли секрет счастья. Ни смотреть ни на кого. Никогда выбираешь свою половинку, никогда растишь детей. Просто жить. Желательно в селе. Тут природа и просторы ближе. Тут слышишь себя. Так считают и еще одни наши герои. Виктор Никитич и Любовь Ивановна Селивановы. Их подворье – одно из лучших в регионе. Это подтвердил областной конкурс, где они заняли третье место. Главное, тут уютно. И все сделано и выращено своими руками. Что такое пять рублей ягода? Размер какой ягоды? Гордость Виктора Никитича – урожай винограда. Крупный крымский виноградник, сад, огород, пасека, цветники, небольшое хозяйство. За что не возьмутся? Все получается. Селивановы всю жизнь работали в шахте. А 16 лет назад приехали сюда, в Палатово, на родину Виктора Никитича. Приехали ухаживать за больной мамой. Да так и остались. Я горной техникой по специальности. Горным мастером начинал работать на шахте. Потом с забойщиком. А она горный штурман. Называется как штурман на море, так и немецкий дословный перевод. Да, только этот штурман не думал, что будет в деревне жить. И штурмовать. Я когда рассказывала дома, что я корова, мне никто не верил, мне приходилось фотографии привозить и показывать, что я сижу, даю корову. Какое впечатление, что я здесь родилась. Я говорю, я уезжаю к себе на родину, казалось бы, да, в Макеевку. Я больше трех дней уже все, мне уже тянет. Вот туда нужно, туда. Действительно, вот уже другого не хочу. Города я уже не хочу. Природа, хозяйство, земля манили семью Селивановых еще на Донбассе. Где это видано? На балконе у Виктора Никитича были ульи с пчелами. Есть такой у меня небольшой анекдот. Я лев в Донецкую клинику про заболевания. И стали в палате знакомиться, кто откуда. И говорят, ну ты откуда? Я говорю, да с Горловки, звать меня так-то, так-то. Один говорит, я с Горловки. А где ты живешь? Он на квартале солнечном. А дом какой? Дом 42, а там, где придурок, пчел держит. А говорю, да это я придурок. Так что такой даже анекдот у нас есть по жизни. Меда много не бывает и мало не бывает. Но так, в конечном итоге, как вам сказать, где-то порядка 250-300 килограмм в сезон собираем. Это для себя? Для себя. Семья большая? Семья, это самое. Для семьи у нас, детям на Питер, на Донбасс, есть семьи, практически своим детям и родственникам. Летом здесь часто бывают внуки. Уезжают с полными сумками с огорода и сада. Сейчас самое время готовить гостинцы для родных на весь год. На родине все уже убрано, поэтому все наши выращенные теперь уже в подвале. Это наши овощи здесь, фрукты, вино, компоты. У меня огурцы, я не вру, например, берете огурцы, я имею даже подписанный, мамин рецепт, например. Потом беру, например, вот с кетчупом, это уже другой рецепт. Вот огурцы. Третий рецепт вот с горчичкой. Горчица. Четвертый рецепт – неженский салат. Пятый рецепт – только огурцы нет. Это вот с холодной водой. Как говорят Селивановы, ни один супермаркет не сравнится с их подвалом. Как и ни один курорт не будет милей небольшого Палатова. К нам приезжают не только дети наши. К нам приезжают, всем здесь нравится. Племянников очень много приезжают, с детками, все лето здесь. Им так нравится. Вот они побыли в Греции и сказали, нет, мы теперь Палату на Грецию не поменяем. Сами Селивановы не променяют это точно. Здесь они нашли свое счастье. Тихое, простое, сельское. Работать на земле, видеть, как поднимается рассада, собирать урожай. Запашется огород и таска сразу. Хотя по времени я всегда считаю, 23 сентября. Знаешь, до весны осталось всего 5 месяцев и неделя. А с весны начинается новая жизнь. Что есть в жизни, то и есть. Без всякой, знаете, без всякой напущенности. Счастье ложиться вместе, вставать, утром делать работу, потом вечером садимся, пьем чай. Мы даже с ним до сих пор играем в игры компьютерные. Мы не можем, вот вы знаете, мы устаем до предела, да? Сидим. До предела. Да, и на хобби находят время. И еще на одну большую любовь в жизни – музыку. Любовь Ивановна говорит, что полюбила Виктора Никитича за пение. Когда я его встретила, я влюбилась с первого взгляда. Понимаете, под старость лет такое было чувство. Я думала, вот, Ивановна с первого взгляда, я поняла, все, это мой человек. И дома не будем оставаться с ним. Никогда. Действительно, есть любовь. Я без него вообще не могу. Теперь каждый вечер Виктор Никитич поет для нее. А она слушает, как в первый раз. А давай будем вместе до старости, до родной седины на висках. И порою в обнимку без шалости засыпать друг у друга в руках. А давай будем вместе до старости жарким летом сажать огород. А потом из-за дикой усталости друг на друга ворчать во весь рот. А давай будем вместе до старости. Ты не смейся, ведь и я не шучу. Да я молод и зрел лишь без малости. И по сути немного хочу. Я хочу на рассвете безоблачном, сонном голосе, слышать ответ. А давай будем вместе до старости покорять день за днем этот свет. Палатова напоминает село из советских фильмов, где никогда не закрывают ворота на засов, где любят и умеют трудиться, где находят любовь всей своей жизни и счастливы своим тихим счастьем каждый день. И это не кино. Здесь все по-настоящему.